Сразу несколько ДТП, в которых пострадали дети, случилось на выходных. На улице Евдокимова машина сбила трехлетнего ребенка. Мальчик выбежал на проезжую часть в неположенном месте. Он переходил дорогу вместе с мамой. Та за руку его не держала, и водитель не успел соориентироваться. Серьезных травм у ребенка нет, госпитализировать его не пришлось. А в Азове в ДТП виновата женщина-водитель. 12-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля, который двигался справа, его пропустил, а женщина не заметила. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу. Василий Голубев принял участие в предварительном голосовании «Единой России». Губернатор проголосовал на счетном участке в Водопадном за кандидатов по партийному списку и по одномандатному избирательному округу. Предварительное голосование. Открытый отбор представителей партии на выборы депутатов Госдумы России восьмого созыва. Все желающие могли проголосовать онлайн на платформе предварительного голосования о воскресенье 30 мая в ряде регионов на счетных участках. Итоги отбора подведут сегодня. 3000 человек стартовали в полумарафоне «Забег» в Ростове. Дистанцию можно было выбрать по силам – 5, 10 или 21 километр. А самым маленьким бегунам, их было около четырех сотен, предложили пробежать тысячу метров. Семилетний Слава участвует в беговых соревнованиях не первый раз. Среди участников и те, для кого полумарафон – всего лишь легкая пробежка. 76-летний лоцман Валентин Гужавин много десятков лет. Свободный от работы время, выходит на спортивную пробежку. С 81-го года я здесь в Ростове бегаю. Все марафоны мои. Бегал в шахтах несколько раз 100 километров. Здесь бегаю тоже марафон. Полумарафон «Забег» провели в России в пятый раз. В этом году его приняли 85 городов. Бежали в общей сложности больше 100 тысяч человек. Русские девицы и добрые молодцы заполнили на выходных парк «Дружба». Это был детский фестиваль «Русская сказка». Костюмы сказочных персонажей были и на участниках концерта, и на зрителях. Театральное выступление, награждение лучших знатоков сказок, а в финале костюмированный парад. Фестиваль проводится уже много лет. Исключением стал только пандемийный 2020-й. И видно, как меняются сказочные предпочтения детей. У нас было очень много трансформеров, роботов. То сейчас вы видите, что преимущественно это герои наших сказок. Это авторские сказки, отечественные и народные сказки. И это очень радостно, потому что сказка, она, понимаете, она имеет такой мощный терапевтический эффект. Душа ребёнка просто погружённая в сказку, она расцветает.